Непримечательная с первого взгляда конструкция на самом деле является важнейшей деталью большого судна. Это киль будущего корабля арктического класса ПВ-27, которая в небольших льдах может самостоятельно без ледокола осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки. Начинать строить это судно будут на Самарском заводе «Нефтефлот». Для предприятия это будет первая работа такого масштаба. Мы хотим зайти в пул судостроителей, которые работают именно с такого рода судами, с такого рода толщинами и такого класса, потому что активно развивающаяся сейчас программа арктического судоходства и по Северному морскому пути, и региональная программа перевозки грузов и пассажиров, она предполагает собой большой объем судостроения, большой объем заказа судов. И эта компетенция уникальная, мы очень хотели ее получить, и мы будем стремиться выполнить заказ качественно и в срок. Работу будут выполнить в два этапа. Сначала в Самаре соберут основу судна, затем, пока его размеры будут позволять проходить речные шлюзы, отправят к Северным морям, где и будет курсировать корабль. Там самарские специалисты уже закончат строительство. Исполнение заказа позволит предприятию войти в число лидеров судостроительной отрасли в стране. Знаковые события не только для предприятия, но и для области в том числе, поскольку, еще раз говорю, мы сегодня участвуем в реализации государственной стратегической задачи. Сегодня это уникальное предприятие работает на страну. Это технология, это процесс, процесс изготовления студентов, он довольно-таки непрост. Это российские проекты, это российские материалы. И сегодня в условиях нашей геополитической ситуации, именно технологический суверенитет промышленности, технологии, важнейшая государственная задача, которую сегодня решает это предприятие. В торжественной церемонии, помимо сотрудников предприятия, приняли участие депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, а также юные ученики школы номер 55, подшефного учреждения завода. Возможно, кто-то из этих ребят вдохновится и будет продолжать славные традиции самарского судостроения. А судно, киль которого заложили, отправится в свое первое полноценное плавание уже осенью 2026 года. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.